Здравствуйте! Это еженедельная информационная программа «Стопкадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Для меня это большая честь вернуться на свою малую родину. В правительстве Карелии представили нового руководителя республики. Чем запомнится нам прежний глава Александр Худилайнин? Все как раньше. От снега город будут убирать золотые ручки. Сегодня в правительстве Карелии представили исполняющего обязанности главы нашей республики Артура Парфенчикова. Сделал это лично полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что день сегодняшний знаковый. Это еще одна страница в истории Карелии. В Петрозаводск Артур Парфенчиков приехал рано утром и почти сразу же в солидной кампании пришел в зал правительства Карелии, где его и представили как временно исполняющего обязанности главы региона. Для меня это большая честь вернуться на свою малую родину и здесь продолжая государственную службу служить народу Карелии. Теперь уже бывший губернатор Александр Худилайнин заверил, что оставил новому руководителю неплохое наследство. По его словам, команде нынешнего правительства сделать удалось немало. Теперь важно сохранить и продолжить начатые проекты. Я искренне желаю Артуру Олеговичу успеха и всегда готов, если понадобится, поделиться своим опытом, знаниями, быть рядом. До нового назначения Артур Парфенчиков возглавлял Федеральную службу судебных приставов. В Карелии Парфенчикова знают. Он работал в прокуратурах Оланца и Сартовала, был прокурором Петрозаводска, уже затем перешел в службу судебных приставов и в 2008 году был назначен главным приставом России. И вот очередной поворот судьбы обратно в Карелию. На этом поприще вам бы пожелал удачи и системной кропотливой работы. Регион за долгое время получил губернатора, который имеет прямое отношение к республике. Он здесь родился, долгое время работал, 20 лет. Это его родина. Когда только стало известно, что руководить республикой будет Артур Парфенчиков, одной из первых его поддержала депутат Госдумы Валентина Пивненко. Парфенчиков знает и любит Карелию, заявила она. Я знаю Артура Олеговича за время его работы в прокуратуре города Петрозаводска. Наши контакты не прекращались и по работе на федеральном уровне. Конечно, эта работа совершенно другая. Она не похожа на работу ни на прокурорскую, ни на руководителя службы судебных приставов. Здесь задачи совершенно иные. Поэтому время покажет в добрый путь. Я готова вместе со своими коллегами по федеральному собранию оказывать посильную помощь и поддержку в этой работе. Он знает хорошо, прекрасно структуру экономики Карелии, представляет себе, что такое программа социально-экономического развития. Поэтому я убежден, что все будет нормально и республика получит дополнительную динамику. В своем духе высказались представители КПРФ в Карелии. Ну, не могут они без революции и все тут. К сожалению, мы вынуждены констатировать и говорили это всегда, что данное правительство недееспособное. Поэтому все-таки мы надеемся, что первые шаги будут по формированию нового правительства. Что касается аналитиков, наблюдателей, политологов, им теперь есть где разгуляться. Это касается как причин, по которым в Карелии появился новый глава, так и предстоящих выборов, губернаторских, а затем и президентских. У него были шансы победить в первую очередь не только благодаря его личным качествам и личным достижениям, но и всей той предвыборной инфраструктуре, которая выставлена в республике, это и поддержка правящей партии, и административный ресурс. Это все, по сути, по наследству переходит к любому другому кандидату, который будет баллотироваться от партии власти. В данном случае это, по всей видимости, Артур Олегович Пархенчиков. Что касается, почему это происходит, вот на мой взгляд, это связано с тем, что эксперты, которые сопровождают деятельность президента, пришли к ему заключению, что Худиланин в недостаточности контролирует политическую ситуацию в Карелии. Никак не связано ни с экономикой, ни социальной ситуацией. Это забота об успехе президентской компании. Сейчас политологи и наблюдатели ждут от Артура Пархенчикова первых шагов в новой должности. Пока известно, что никаких революционных решений он принимать не будет. Но отставки и перестановки в правительстве все же возможны. Что касается Александра Худилайнина, где он будет работать после отставки, пока неизвестно. Нам остается только ждать. Ну а чем он запомнился жителям Карелии и Петрозаводска, давайте порассуждаем. Это наше субъективное мнение. Александр Худилайнин возглавил Карелию в мае 2012-го, почти сразу после отставки Андрея Нелидова. Тогда много говорили о том, что в республику пришли варяги. Прогнозы относительно развития региона строили не самые радужные. Однако мы прожили последние несколько лет с губернатором Худилайниным. И это уже история. Давайте вспоминать. Именно при Александре Худилайнине закончилась борьба между городом и республикой. За долгие годы мы к ней даже успели привыкнуть. Однако оппозиционного мэра Галину Ширшину сняли депутаты Петросовета, дружественные республиканским властям. Ее место заняла Ирина Мирошник, после чего вроде как все поутихло. Петросовет тоже стал говорить на одном языке с командой губернатора. А так называемую оппозицию отправили в глубокий нокаут. Аналитики и политологи эту победу приписывают именно Худилайнину. Предприниматель Василий Попов за границей, Девлет Алиханов за решеткой. Команды и того, и другого погрязли в уголовных делах. Дело о земле, суд по Петропиту, как таковой оппозиции не осталось. Прямо как в песне поется «Рады народы, рад командир». Однако победить нужно было не только оппозицию. Проблем в республике накопилось выше крыши. Той самой ветхой и аварийной, за которую Александр Худилайнин получил выговор от президента Владимира Путина. Аналитики тогда назвали это тяжелым наследством правления Галины Ширшиной. При ней, как выяснилось, расселением аварийного жилья почти не занимались. Вот и накопилось. После громкого выговора Худилайнину тотчас заговорили о его возможной отставке. Этого не произошло. Зато расселять из непригодных для проживания домов стали куда активнее, строить начали быстрее. Однако на команду губернатора тут же полилась критика. Мол, жилье такого качества – позор для нынешней власти. Безусловно, самым тяжелым воспоминанием о времени правления Александра Худилайнина стала трагедия на Сямозера, когда из-за халатности взрослых погибли 14 подростков. Тогда стало понятно, что проблемы, которые выявили в организации детского отдыха, характерны для всех уголков нашей страны. Но беда случилась именно в Карелии. Ответственные сейчас под следствием губернатора и после произошедшего не сняли. На удивление. При Александре Худилайнине начали строить Гоголевский мост. Этого ждали автомобилисты Петрозаводска, горожане, особенно те, кто живет на Древлянке. Десятки тысяч человек. Приступить не могли долго, но все же дело пошло. Конкурс на возведение путепровода выиграла местная строительная фирма, а капсулу в честь начала работ заложили большие чиновники из Москвы и отметили, что если бы не настойчивость губернатора Карелии, чудо могло и не случиться. Отдельно стоит отметить масштабный ремонт республиканских и городских дорог. Именно при Худилайнине в Карелию пришли огромные деньги – 700 миллионов рублей. Дороги отремонтировали, конечно, не все, но тот же Петрозаводск стал выглядеть куда лучше, чем раньше. Наблюдатели заявили, что виной всему выборы, и если бы не они, никто бы нам ничего не выделил. Но тем не менее, ездить по городу стало приятнее. Бывший губернатор Александр Худилайнин все время говорил о том, что Карелия должна стать меккой для туристов, чего пока, к сожалению, не произошло. А еще все время произносил загадочное и такое непривычное для нас слово «инвесторы». Непривычное, потому что мы их так толком и не увидели. Но ничего, давайте считать, что мы в начале пути. А уж как и в связи с чем вспоминать бывшего губернатора Карелии, решать только вам. Посмотрим, что будет при новом главе нашей республики. Едва ли это как-то связано с отставкой главы Карелии, но незадолго до нее в республике работал Совет по правам человека при президенте России. Проблем у нас обнаружилось множество, причем во всех сферах жизни. И теперь уже новому губернатору об этой поездке еще придется вспомнить. Это были очень сложные для наших властей гости. В Совете при президенте России по правам человека сплошь и рядом уважаемые люди. Известные правозащитники, представители разных федеральных министерств, общественных организаций. Об увиденном в том или ином регионе они всегда докладывают Владимиру Путину. Жалуйся, не хочу. Так и произошло. Бывшие заключенные, адвокаты обрушились с критикой на карельские изоляторы и колонии. Гостям рассказали, что в республике создана целая машина насилия над заключенными. Однако от федеральной службы исполнения наказаний на встречу с правозащитниками никто не пришел. В колонии гостей тоже не пропустили. УФСИН, который вы упомянули, ну да, это такое оскорбление, я считаю, президенту Российской Федерации со стороны УФСИН было нанесено. Мы, безусловно, доложим президенту оппозиции УФСИН. Первый регион, где членов Совета, в том числе юристов, заслуженных юристов России, заслуженных следователей России, которые входят в Совет, заслуженных сотрудников юстиции, то есть прокуроров, профессоров юстиции, юристов, ко мнению которых прислушиваются во многих странах мира, в том числе президент Российской Федерации, ругатели УФСИН сочли возможным как бы не допустить до исполнения поручения, которое им попросил исполнить президент Российской Федерации. Ну, это их позиция, она интересная, будем ее обсуждать. Несмотря на скандал, по словам членов Совета, время в Карелии они провели весьма плодотворно, а нашим парламентариям и властям пообещали поддержку в Москве при принятии отдельных законов, которые пока только на бумаге. Принятие федерального закона о защите Онежского и Ладожского озер, предложение по внесению изменений в законодательство о социальной поддержке детей-инвалидов, закон об основах общественного контроля и так далее. То есть у нас есть уже целый ряд наработанных предложений. Члены Совета уже дали пресс-конференцию в Москве по итогам визита в Карелию. Однако окончательные предложения по улучшению нашей жизни оформят позже. На это может уйти несколько месяцев. Что касается скандала с нашими колониями, остается только ждать реакции президента страны. Лучше поздно, чем никогда. В Петрозаводске презентовали технику, купленную компанией, которая чистит наш город. Среди новинок легенда – снегоуборочная машина «Золотые ручки». Кто постарше вспомнит, в детстве засматривались на то, как она работает. Городские власти ждали презентации новой техники и словно специально не убирали площадь Кирова, чтобы машинам было где разгуляться. Таких снегоуборочных машин мы не видели на улицах Петрозаводска уже очень давно. Как выяснилось, современные погрузчики иногда уступают в эффективности старым проверенным технологиям. Новая техника увеличивает, она более производительная и увеличивает скорость погрузки в КамАЗы, в снега. По словам коммунальщиков, все эти машины хороши, когда работают в одной связке. Они дополняют друг друга и убирают город качественнее. Но проверить, которое быстрее, все равно попытались. Довольно эффективно работает. Соревнования сегодня устраивали кто? Первый – «Золотые ручки» или «Шнекоротор». «Шнекоротор» на машине победила в быстроте, но в полноте нагрузки – «Золотые ручки», безальтернативно. Как заявили городские чиновники, ничего удивительного в том, что технику приобрели в конце зимы, нет. Контракт с фирмой-подрядчиком заключен на три года, а это была очередная плановая закупка снегоупорочной техники на пороге весны. Представители антимонопольной службы в Карелии призвали малый бизнес не молчать, жаловаться на крупные федеральные торговые сети, если те не пускают в свои гипермаркеты местных производителей, ну или требуют деньги за попадание товаров на полки крупных магазинов. В прошлом году Карельским УФАС рассмотрено более тысячи жалоб и заявлений, выдано 184 постановления о наложении штрафов на сумму более 42,5 миллионов рублей. Десятая часть от этой суммы уже поступила в казну. Карательные функции, однако, не главное в деятельности антимонопольной службы. Очень сильно расширен был институт предупреждения как такового. Теперь мы, видя это нарушение, по ряду статей мы не просто должны, мы обязаны сначала вынести предупреждение, дать разумный срок на его исполнение. Если нам предоставлены доказательства, что ситуация изменилась, что предупреждение это исполнено, соответственно, мы уже не привлекаем к ответственности, а просто удовлетворяемся тем, что ситуация нормализовалась. УФАС больше становится органом предупредительного, а не карательного контроля, и это, наверное, самое главное. Тем не менее, такой род преступлений, как картельный сговор, в силу значительного вреда, причиняемого государству и экономике в целом, не предполагает предупреждений, а более того, может повлечь за собой уголовную ответственность. Аукционы по закупке лекарств и медицинского оборудования в 20 медицинских учреждений Карелии на особом контроле антимонопольщиков и в прошлом, и в этом году. В одной из программ ТНТ «Онега» поднималась тема непростых взаимоотношений местных производителей с доминирующими в республике федеральными торговыми сетями. В плане работы регионального управления антимонопольного ведомства на 2017 год эта тема тоже значится. Мы призвали поставщиков, в том числе наших, региональных, если у них возникают какие-то проблемы с торговыми сетями, какие-то условия ставятся, если это вещи для них неприемлемые и дискриминационные, обращаться в антимонопольные органы. Пока мы таких заявлений не получили, но, наверное, если мы их не получили, это, наверное, не значит, что проблем-то нет. Адреса и телефоны, по которым предлагается обращаться в случае нарушения антимонопольного законодательства, указаны на сайте ведомства в интернете. Полная информация об итогах работы и текущей деятельности карельского УФАС находятся там же. В Петрозаводске осветили деревянную колокольню рядом с храмом святого пророка Ильи в районе Первомайского проспекта. Торжественный момент приурочили к годовщине вывода советских войск из Афганистана. История храма, построенного в честь пророка Ильи, покровителя воздушно-десантных войск, началась летом прошлого года. Его возводили мастера из Петрозаводска. После освящения храма рядом решили установить и часовню. Выполнили ее в лучших традициях русского деревянного зодчества. Осветили в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Таким образом, в центре города появился целый комплекс в память о солдатах Карелии, погибших в горячих точках. Мы надеемся, что здесь будут собираться молодое поколение, которое будет знать своих героев, своих ребят и будет чтить память им всегда. Имена корейских солдат, погибших при исполнении долга, на специальных плитах в храме пророка Ильи, чтобы помнили. Гиперборея зовет. На набережной в районе мэрии уже трудятся скульпторы. К субботе они должны закончить работу над десятками снежных и ледовых извояний. Пока снежные и ледовые скульптуры Гипербореи не обрели нужную форму, работа в самом разгаре, тем интереснее наблюдать за процессом, с чего все начиналось и как глыбы преобразились в итоге. Закончить скульпторы должны уже в эту субботу, 18 февраля. Тогда же члены жюри выберут лучшее извояние. В этот день горожан ждет масса мероприятий. Подробнее читайте на сайте Гипербореи. Но завершится все салютом на темном небе над Петрозаводском. Пока все. Это была программа СтопКадр на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация. Наш телефон 59 20 50. Сайт tntdefisonego.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok